Выхование бойцовского духа и подрыхтовка до службы у армии. Больше за 20 лет урешится и существует Центр Скиф, уникальный не только для региона, а и краины. Все лето установа была ознашена специальной премией президента Беларуси. Про деятельность Центра и планы на будущее – материал Дмитрия Котова. В военно-патриотичном Центре Скиф выхованцы проходят специальную подрыхтовку. Их метаникерованно рыхтуют до военной службы, причем с упором на элитные подразделения. На прамки самые розные – альпинизм, скачки с парашютом, опускание под воду, отпрацовка навыков, смешанных одиноборствов, оказание пешей доврачебной допомоги. У Скиф хлопцы приходят с вышайно у 10-годовым альбо 11-годовым взрости. Тут я не занимаются до полнолетия. Однако далеко не каждый затримливается на протяглый час. Подобные тренировки под силу не усим. Прежде всего состояние здоровья и дисциплинированность. Если боец недисциплинирован, его никто никогда ничему не научит. Второй момент – из-за того, что у нас приходят бойцы, он сразу начинает пахать. Поэтому мы уже берем физически подготовленных. А что это – проверить просто. Упал, отжался, подтянулся, оно видно, крепкий парень или нет. На занятках – железная дисциплина. А по-иншему и быть не может, бо выхованцев Скифа рыхтуются до суровых армейских реалей. Однако их это не полохая. Зусим на дворот. Тренируются хлопцы только в добром настрое и бесперечно слухают своего кероника. В Скифе занимаюсь уже три года. Папа узнал, откуда он. Решил меня сюда отправить. Мне понравилось, я пошел. Я с детства хотел заниматься военным. Мне это нравилось. И вот сюда пошел. Дается все хорошо. Но это надо понимать, потому что сложно очень. В жизни, в будущем поможет очень сильно это. Важный элемент у работы Скифа – занятки под водой. Водолазные подрыхтолцы у опошниц шассно даются все больше ваги. Летом проходят в учении на реках и озерах. Зимой навыки отпрацовываются в бассейне. Как означает Владимир Габроу, вода – одно из самых серьезных выпробований, с которыми приходится сутыкаться под час службы в спецназе. Когда у поветра не раскрылся основный парашют, за все это есть запасный. А вот когда у водолаза взломалось обсталевание, то шансы выбраться практически ровные нулю. Перед первым опусканием проходит серьезная территичная подрыхтолка. И, что не меньше важно, психологичная. Потому что если есть хильность до паники, такому бойцу не место в воде. Все по плану, по программе, которую мы с Николаем Викторовичем планируем на каждый учебный год. В зависимости от уровня подготовленности наших бойцов. К самым младшим, с которыми в основном я занимаюсь, это элементарные вопросы по уверенности нахождения в подводном положении, по удалению воды из-под маски, изучению техники, оборудования, снаряжения. А Николай Викторович уже занимается на следующем этапе, когда уже мы из общей массы выделяем более опытных и подготовленных ребят. Дальше уже мы занимаемся навигационными вопросами, десантированием с разными способами в воду и так далее. И все вопросы, которыми овладевают в войсках водолазы-разведчики. Великие вучения по водолазной подрыхтовцы плануются летом. У Вогулі на протягу года СКИФ проводить каля 30 мероприемствов, у тим лику международных. Зараз у приватности ожитивляется подрыхтовка до святкования 90-го дня поветрано-десантных войсков. С этой нагоды у Речиццы отбудутся с поборницей в патриатлоне юный спецназовец. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», Речицкий район.